35,7 миллиона фунтов. Столько, по данным Букингемского дворца, монархия стоила британским налогоплательщикам в прошедшем финансовом году. Сюда не включены расходы на охрану. В следующем году эта сумма вырастет до 40 миллионов фунтов, почти на 6% больше. Рост отчислений позволил начать существенную программу ремонта королевской собственности. Например, в Букингемском дворце из подвальных структур удаляют весь асбест, и это стоит миллион фунтов. Во многих зданиях, утверждают представители двора, капитальный ремонт не проводился уже более полувека, и признаки износа налицо. Самый дорогой ремонт был проведен в Кенсингтонском дворце. Тут, на резиденцию принца Уильяма и его супруги, герцогини Кембриджской, потрачено было больше 4 миллионов фунтов. Налогоплательщики профинансировали новые трубы, отопление и электрику. Но внутренняя отделка и новая кухня оплачена самими супругами и отцом принца Уильяма, принцем Чарльзом. В официальном заявлении сказано, что в результате получился удобный, ну, в принципе, обычный дом, просто с большими комнатами. Предоставленные двором данные раскрывают стоимость поезда королевской семьи. Например, шесть поездок принца Уильяма и Чарльза на королевском поезде обошлись почти в 125 тысяч фунтов. На то, чтобы отправить принца Чарльза на церемонию прощания с южноафриканским лидером Нельсоном Манделлой, ушло 250 тысяч. Королевский двор подчеркнул, что для этого был зафрахтован самый дешевый из имевшихся самолетов. Субтитры создавал DimaTorzok